Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, сегодня обсудим, что у нас произойдет 19 сентября и какое важное событие произойдет в деле SEC против Ripple. Стороны совместно предлагают регулировать вопросы опечатывания, связанные с предстоящими ходатайствами об упрощенном судебном разбирательстве. В общем, после серии споров они подали совместное предложение, которое будет регулировать все вопросы опечатывания, связанные с предстоящими ходатайствами об упрощенном судебном разбирательстве. Ну и, соответственно, вот этот пруф. И от имени комиссии по ценным бумагам и биржам Ripple мы со всем уважением прочь всем суд утвердить следующее совместное предложение по урегулированию вопросов опечатывания, связанных с предстоящими ходатайствами о вынесении суммарного судебного решения, которые будут поданы по этому делу. Ну и, соответственно, в соответствии с предложением после подачи под печати необходимых материалов для упрощенного судебного разбирательства 13 сентября, то есть уже через 4 дня, стороны предложили провести совещание через 2 дня для выявления редакции, требуемых каждой стороной. Как только это будет сделано, стороны публично отредактированного ходатайства о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, ну, я так понимаю, предоставят 19 сентября. Адвокат ожидает важных заявлений 19 сентября, предложение опубликовать ограниченно отредактированное ходатайство и, соответственно, ну, как он сказал, что призвал энтузиаста в отмете 19 сентября как дату, когда стороны раскроют большинство своих карт. Ну, понтус этого, если все равно этот суд будет еще длиться минимум 4 месяца, а то и, считай, чуть ли не год, потому что там финальные даты, я напоминаю, вот у нас продолжается возражение 18 октября, 20 октября они встретятся, чтобы определить возможное исправление, потом 15 ноября ответы, потом 17 ноября еще, ну, то есть это еще 2 месяца, даже, считай, 3, будет, чтобы определить исправление, потом сводки будут в ноябре 21, ну, и, соответственно, 22 декабря 22 года стороны подадут возражение против омнибусных ходатайства запечатываний. Ну, и вообще говорили, что вот у нас стороны также предлагают подать пространное ходатайство, закрытие всех материалов, и это у нас также пойдет 9 декабря. Поэтому, ну, я живаю 4 месяца, это как минимум, но они говорили, что до 31 марта, это, точняк, там, судья торрес будет выносить решение, поэтому, ребят, расслабьтесь, и, ну, до того момента, они же специально этому солят для чего? Для того, чтобы, ну, это даже для меня определенный показатель, что медвежка как раз может и продолжаться. Может ли расти Ripple, ну, XRP, да, на фоне суда? Да, может, он рост, там, с 20 центов до 2 долларов, но нужно понимать, что они специально судом, как бы, скептические отношения поддерживают к компании Ripple и к токену XRP, ради чего? Ради того, чтобы набрать объемы на дне, вот и все, ну, то есть, все по классике жанра, купить подешевле, продать подороже, а потом, когда снимут это все, тогда уже XRP улетит, там, выше доллара, выше 2-3, а то и, может быть, 4, поэтому имейте в виду. На саммите разработчиков XRP Ledger предоставлено новое плачежное решение, ну, и, соответственно, у нас в настоящее время проходит Apex XRP Ledger, это саммит разработчиков, и, соответственно, демонстрация, предоставленная XRP Ledger, сможет получать платежи любым активам XRP Ledger с помощью плагина XiumNobCommerce. Ну, и, соответственно, инновации XRP Labs обеспечивают быстрый поиск пути, сосредотачивается на CBDC, но это мы тоже уже видели, ну, в общем, я так понимаю, что просто продолжаем. Продолжают применять в различных, там, платежных средствах XRP Ledger. Далее у нас получается 550 миллионов XRP, они у нас были перемещены, задействованы снова в Apple, и киты снова были замечены, когда перевели 600 миллионов токенов XRP, два из этих перевода принесли по 150 миллионов XRP, каждый, согласно серии недавних твитов, опубликованных в Vale Alert. И одна из транзакций была финтекс-бегемотом Apple, когда он переместил криптовалюту на свою раннюю платформу Odal. Этим временем отвоевал седьмое место родной монеты Cardano, а Apple создала новый коридор денежных переводов между Мексикой и Канадой. Ну, и, соответственно, вот у нас 150 миллионов XRP были переведены с крупной южнокорейской биржи BitHump, и, соответственно, один из переводов стоил 50 миллионов долларов, и еще один был оценен в 50 и 300 миллионов долларов. Apple также перевела 30 миллионов долларов на биржу BitHump, которая базируется в Мексике, и, соответственно, был осуществлен переводом от кошелька Apple RL18VN. И это за последний месяц, то есть XRP у нас массово переводится ежедневно, ну и, как мы видим, также сумма наличных денег у нас, определенных, отправленных из Канады, превышает 140 миллионов долларов. Это у нас AfriChange, который запартнерился с Apple. Вот, по поводу китов, вот у нас 672 миллиона, также были токены перемещены за последние 24 часа 240 миллионов на криптобирже, оценка этих активов составляет 80 миллионов долларов. Также у нас, согласно данным, 110 миллионов XRP было перемещено стоимостью 37 почти миллионов долларов, и в то время как 130 миллионов XRP на сумму 43 миллиона были перемещены также на бирже BitHump. Также упоминается, 300 миллионов переводится с неизвестных кошельков в разные источники, ну и между тем, появилось, что 133 миллиона токенов на сумму 44 миллиона были переведены. Это было накопление китов, соответственно, в несколько транзакций. Самая крупная зарегистрированная транзакция – это 22 миллиона долларов на текущем этапе. Вот, и, соответственно, босс SEC у нас хочет, чтобы CFTC наблюдала за биткоином. Ну, опять же-таки, это, я считаю, популизм, по большому счету, потому что, ну, я вам покажу в конце этого ролика, поэтому досматривайте, почему США и Америке в целом невыгодно блокировать биткоин. И, по-моему, очевидно, что они его не будут судить, и кого они будут судить? Сатоши Накамото? На отраслевой конференции председатель США и бирж Гэй Генслер предложил, который уволить собирались, но что-то не уволили, совпадение, да? Чтобы комиссия по торговле фьючерсами, родственным регулирующий орган отвечала за надзор за биткоинами, Генслер также призвал законодателей не клеветать на его агентство, добавив, что американские законы о ценных бумагах вызывают зависть всего мира. И, как сообщает E-Today, у нас Генслер высказался против законопроекта о криптовалюте, предоставленном сенаторами, и законодательство будет классифицировать подавляющее большинство криптовалют, что делает CFTC главным регулятором отрасли. Генслер также у нас заявил, что законопроект подорвет рынок капитала США на 100 миллионов долларов, лишив США власти, и в конце июня Генслер повторил, что биткоин – это товар, обеспечивающий столь необходимую нормативно-правовую ясность. В то же время глава SEC продолжает придерживаться мнения, что подавляющее большинство токенов являются товарами, и примечательно, что Генслер неоднократно уклонялся от вопроса о статусе ценных бумаг. Кофею объясняет это тем, что не будет делать публичных комментариев по поводу отдельных токенов. Ну, скорее всего, может быть, они просто крышуют его, вот и все. Вот, в своем выступлении Генслер еще раз призвал криптовалютной платформе прийти и зарегистрироваться в регулирующих органах. Майя СКСК увеличила свой штат, поскольку ей приходится иметь дело с растущим числом дела о криптовалютах. Ну, естественно, он говорит, что это все ценные бумаги, потому что, ребята, налоги, что надо платить, надо же, мы вас пытаемся уберечь, но если все-таки зарабатываете, то, как бы, вынь да положь, налог 50% в Америке заплати, вот, а в странах СНГ там 20, а то и 30%, поэтому имейте в виду, это поначалу сейчас там 5%, 6%, потом ведут налоги, дай боже, поэтому можете не сомневаться, естественно, от этого не уйти. Вот, также у нас председатель СЕК поддерживает Конгресс, чтобы дать CFTC больше полномочий для надзора и регулирования биткоинов криптовалют, не связанных с безопасностью. Ну, и, соответственно, Генслер сказал, что поддерживает предоставление, ну, как бы, CFTC дополнительных полномочий в отношении отдельных криптовалют, если это никоим образом не повлияет на СЕК, ну, естественно. Вот, и Генслер, который возглавлял CFTC с 2009 по 2014 год, тоже совпадение, да, уточнил свои замечания, заявив, что приветствует работу с законодателями, если это не отнимает власть у СЕК. Ну, естественно, ну, типа, ну, можете что-то делать, но если это не отнимает власть, то тогда, как бы, если отнимает власть, то нет, тогда ничего не разрешаем. Давай заботиться о том, чтобы преднамеренно не нарушать законы о ценных бумагах. У нас есть рынок капитала на 100 триллионов долларов, криптовалюта стоит менее 1 триллиона долларов по всему миру, но мы не хотим, чтобы это как-то подрывало то, что мы делаем в других местах. Ну, не знаю, в каких других местах они там что делают. Вот, чтобы, шаги, чтобы дать CFTC контроль над криптовалютами, в течение нескольких месяцев сторонники делали несколько звонков, требуя предоставить CFTC больше полномочий. Заинтересованные стороны жалуются, что правители СЕК не подходят для зарождающейся отрасли, учитывая огромную разницу между криптовалютой и традиционными активами. Ну, и в настоящее время CFTC контролирует только рынок дериватива, включая свопы и фьючерсы, хотя у Генслера, похоже, нет проблем с CFTC, регулирующим биткоин. Ну, как вы думаете, если он там работал, по-любому у него там связи есть, чтобы порешать свои вопросы. Вот, подходящее ли время для покупки Ripple, Solana и Kordana, не знаю, почему именно эти монеты, но давайте почитаем. В прошлом месяце я претерпел экстремальный медвежий тренд, та-да-да. Ну, и, соответственно, после непродолжительной консолидации цена у нас лизилась. Ну, и, соответственно, как только уровни у нас в 0.35-0.4 доллара будут возвращены или достигнем скачок до 0.5, актив может появлечь быков. Ну, по сути, не написано, покупать либо не покупать. Ну, типа, надо по 0.3 не покупать, а когда будет 0.5, тогда уже залетаем, да. 672 миллиона токенов были перемещены на биржу. На этом мы тоже видели, с биржи Bithump это было перемещено, потом на бирже Bitsa. Ну, и как это повлияет на цену? Ну, за последние несколько месяцев киты стали активными в передаче XRP. Иногда это происходит ежедневно, но я открою вам секрет. Вообще, там по всем монетам можете зайти на тот же Vale Alert, и там постоянно то биткоин, то эфир переводят, то другие монеты, то USD-техи гоняют, то USD-техи гоняют, то USD-техи, то USD-техи. Поэтому, ребят, это не только XRP. Ну, как бы надо же сделать популизм вокруг того, что только XRP у нас гоняют какие-то туда-сюда монет. Ну, и, соответственно, несмотря на то, что у нас там такая вот капитализация, несмотря на то, что были там подъемы и падения, у нас все равно XRP стоит на одном месте, и тенденция к покупке и продаже резко возросла. И XRP может в любой момент столкнуться с пампом или дампом. Ну, как бы такие прогнозы я могу давать. Вот, XRP и Ledger скоро запустят функцию DeFi NFT, вот как далеко все зашло. Соответственно, произошла у нас конференция разработчиков, ну и, соответственно, вице-президент у нас Apple по корпоративной стратегии операциям делится графиком предполагаемой XLS 30TD и заявляет, что выпуск AMM Developers.net ожидается в ближайшие несколько недель. Исполнительный директор Apple также заявил, что основываясь на отзывах сообщества, предложение о поправках было выдвинуто в четвертом квартале 2022 года. Самый еще важный момент, что вы должны осознать, что, соответственно, надо следить за теми криптовалютами и компаниями, которые развиваются даже на медвежьем рынке. А если они забили болт и ничего не делают, ну, как бы, скорее всего, они... Ну, они выживут, понятное дело, чисто сперекулятивно, но риски у них повышаются. Потому что если они ничего не делают, не пытаются, ну, либо хотя бы не имитацию деятельности создают, то, как бы, ну, вообще ничего не делают. То есть, просто там либо какие-то дела делают, ну, на отвали, да, то, ну, смысла особого инвестировать, тем более крупные суммы не иметь никакого. Вот, ну и, соответственно, ВСТ Декс работает с 2012 года. Ну, Декс формата стакана Заярова Клоп. И если добавить Market Maker, здесь будет, он станет сверхсильным. Декс Клоп плюс AMM и ожидается резкое улучшение ликвидности. Вот такие вот дела. Также биткоин у нас приближается к 15 тысячам долларов. Почему рынки не отступают? Ну, и, соответственно, у нас чувак там обсуждает. И основной темой для обсуждения будет это-это. Ну, и, в общем, там некоторые топят за то, что падение – это возможность. Мы спрашиваем такого-то чувака. Майнеры являются неотъемлемой частью биткоин-системы. Ну, что происходит, когда добыча биткоинов перестает быть привилю для майнеров? Ну, короче, никакой конкретики. В общем, почему криптовалюту до сих пор не запретили, объясняет конгрессмен США. Ну, сейчас давайте почитаем, а потом я вам покажу, почему же на самом деле ее не запрещают. Ну, скажу вкратце для того, чтобы, естественно, заработать бабла. Ну, и, соответственно, причина. Почему же он считает, говорит, что SEC также не преследовала больших парней, которые позволили XRP существовать в США в том числе. Ну, и согласно Los Angeles Times, Шерман сказал, что он не думает в ближайшее время будет введен запрет. Он сказал, что это либо потому, что других членов Конгресса лоббировали деньгами, либо они не хотят этого делать, но они хотят, понятное дело, почему. Шерман сказал, что криптовалюта изначально не была запрещена, потому что они не считали ее важной, и теперь сила криптовалюты слишком возросла. Они типа этого не понимали, да? Вот. Конгресс из Вашингтона также назвал цифровые активы схемы японцы. По его словам, криптовалюта – это мем. Монета, как японцы. Кто-то инвестирует в него надеждой продать до того, как он иссякнет. Такая схема понца и пирамидальная схема – это везде. И в банке, и в пенсионном фонде, и в криптовалюте, и в хайп-проектах, и в фондовом рынке. Тут как бы он Америку не открыл, что называется. Так вот, почему же? Почему же? Смотрите. Реализованный профит больше всего в миллиардах долларов за 2020 год. Ну, суммарно. С начала 2020 года, с коронодампа, я напоминаю. И потом до конца 2020 года, сколько за 2020? А представьте теперь, сколько они заработали за 2021 еще и 2022 год. Ну, суммарно. Ну, давайте до конца 2021, когда у нас был ран был. Вот. Заработали 4,1 миллиарда долларов. Вот. Ну, это на секундочку. Так, за 2020 год, когда не было там особо активного роста, это у нас больше всего Соединенные Штаты. Китай, Япония, United Kingdom, Россия. Ну, и потом уже остальные там страны Европы и многие другие. Так вот, на первом месте у нас Соединенные Штаты Америки. Совпадение, да? Второй момент. Соответственно, у нас больше всего намайнено было вообще, ну, криптовалюты. Вообще, ну, скорее всего, биткоина. В United States тоже совпадение. Да, 35,4 получает у нас отметка. Вот. United States на первом месте, это было у нас май 2021 года. Потом дальше у нас, смотрите, сколько у нас находится в Канаде. 6,3% в Северной Америке 95,1%. Это у нас этих криптоматов, связанных с криптовалютой. То есть, которые предоставляют оплату в крипте. Либо можно там снимать, конвертировать и так далее. Вот. И, соответственно, в Соединенных Штатах, это у нас Северная Америка 95, и именно конкретно Соединенные Штаты 87,9%. Окей, не нравится эта статистика. Вот такая вот есть. И США контролирует 66,2% биткоин-банкоматов по всему миру. Совпадение, да? Почему же они не запрещают? Интересно, почему. Вот. Детали, соответственно, количество биткоин у нас, ну, вот этих криптоматов. Больше всего, где же находится? Польша, Германия, Греция, Испания, Чехия, Швейцария, Австрия, это Великобритания, Канада. Ну, Канада, это та же Америка. Поэтому потом United States, это у нас, соответственно, Соединенные Штаты 4,300. 4,300 у нас практически этих, на январь 2020 года. Сейчас, понятное дело, уже намного больше. А потом дальше, смотрите, распределение криптобанкоматов по континентам. То же самое. Азия, Европа, Северная Америка. 5 тысяч практически. Совпадение тоже, да? На 2020 год. Ну, сейчас, наверное, больше. Потом вторая новость у нас, что большой отрыв США по объему полученной прибыли 4 миллиарда от продажи биткоинов по сравнению с другими странами. И в чейн-анализе сведет причину такого прорыва в значительном притоке инвестиций на американские криптобиржи в конце 2020 года. Ну, звездеж полный, потому что, очевидно, они закупали в марте на дне, а не в конце 2020 года. Наибольшее количество транзакций с биткоинами было зарегистрировано в Китае. Однако, китайские инвесторы смогли заработать только 1,1 миллиард. Совпадение, да? Так вот, по поводу текущего подъема на рынке криптовалют еще, что я хотел сказать, делайте выводы по поводу Америки. Поэтому, я думаю, все очевидно, ребят, по поводу данной статистики, что я показал. Так вот, шарты у нас были сбриты за последние 12 часов, там, 24 часа. Поэтому, ну, даже если вот глянуть по тому же самому битку, у нас сбриты были шарты. Если здесь, ну, давайте глянем, сколько у нас было. 122 практически, 123 миллиона долларов. Ну, наивные дурачки думали, что изи зашартят, да? Но, как мы видим, половина вот этого объема приходится на биткоин. Если на тот же XRP взять, ну, давайте глянем, сколько тут побыли. Ну, не так много, всего лишь там 700 тысяч долларов. Но все равно, как мы видим, продолжается бритье. Я понимаю, что этот ролик, может быть, немногие досмотрели. Там, тут будет максимум 2, ну, может быть, потолок 3000 просмотров. Но, опять же таки, для меня важно, чтобы те единицы, которые досмотрели, они поняли. Ну, то есть, видите, пошел выход. Многие скажут, так ты же говорил, будет тут сбор ликвидности. Да будет, какие проблемы в пресс-времени. Сейчас пойдут брить шартистов, и потом, соответственно, пойдем брить обратно ликвидность. Вот то же самое, уже видно даже по биткоину, что давят цену вниз. Кто-то, может быть, в лонг успел встать. Ну, и, соответственно, бритье такое на 8%, там, 10% почти одной свечой. И, как мы видим, собрали ликвидность. Ну, и после этого можно уже пидоить вниз. Тем более, объемы понижены. Ну, берите это в расчет, что, соответственно, после заседания ФРС США у нас биткоин может... Биткоин, в общем, может у нас пойти и ниже, и обновить минимумы. Поэтому многие не рассчитывают на это. Может ли пойти какой-то альцезон вплоть до 30 тысяч? Да может быть, но я не собираюсь сейчас залетать в покупки на жадности, как это было вот здесь вот у многих или вот здесь. Поэтому, ребят, ожидаем. Я же говорю, до 21 числа рыпаться вообще смысла нет. Кто хочет, можете залетать хоть сейчас. Мне похер. То есть, я сказал, что я буду делать, а там уже дело ваше. Все, всем удачи, всем пока.